Всем подписчикам моим привет! Сегодня хотел поговорить с вами об интересных элементах элементах Пельтье. Это элемент термоэлектрогенератор по английской аббревиатуре ТЭК 12706, который имеет мощность порядка 50 ватт потребляемое и напряжение до 12 вольт подаваемое на него. Если я на этот термоэлемент подам здесь постоянный ток напряжением до 12 вольт, то у меня одна сторона этого термоэлемента будет нагреваться, в то время как вторая охнаждаться. Эффект открыл еще Пельтье, Физик, потом Зиебект, Томпсон и эффект применяется сейчас в системах охлаждения, то есть термоэлектрических холодильников с небольшим КПД, но компактный для автомобилей, для охлаждения приборов, для стабилизации температуры. Я сейчас покажу вам этот эффект, эффект термоэлектрогенерации или эффект Зиебека. Нагревая нижний конец тепловой трубки и охлаждая верхний конец через простой радиатор алюминиевый. Для этой цели был сделан термосифон. Термосифон это тепловая трубка заполнена ацетоном небольшим количеством и эвакуумирована. Я ее прогревать могу любым источником тепла. Второй конец у меня охлаждается пока естественным образом. Дальше я планирую подобрать какие-то растворы кристаллогидрации соли или же залить этот верхний конец парафином для того, чтобы стабильно охлаждался одна сторона термоэлемента и таким образом сделать зарядное устройство для телефона или для других целей. Сейчас для демонстрации я просто эту тепловую трубку помещу в стакан с кипятком и покажу как. Вот я наливаю кипяток, вода скипяченая. У меня начинает работать тепловая трубка, то есть в ней скипает ацетон, которого небольшое количество залито нижний конец. Вот начинаются толчки, то есть идет кипение ацетона и пары его греют как раз у нас одну сторону термоэлемента пельтье. Должен загореться вот этот самый светодиод. Светодиод, который через преобразователь, видите, загорелся яркий светодиод синий. У нас вырабатывает этот термоэлемент напряжение порядка полутора вольт и этого напряжения недостаточно, поэтому через преобразователь, повышающий напряжение до загорания диода, это где-то три с половиной вольта, у нас он включен через преобразователь. Верхний конец предполагается охнаждать, пока он охнаждается просто за счет радиатора, то есть конвективный поток воздуха охнаждает его, а потом планируется охнаждать его за счет того, что он будет помещен в кристаллогидрат соли, который имеет температуру плавления, ну есть разные, от 30 градусов, допустим, гнолберва соль и выше, допустим, тиосульфат натрия, можно ацетат натрия и имеет большую теплоемкость, то есть пока соль вся не расплавится, верхний конец у нас будет иметь температуру плавления этой соли. Я сейчас еще раз хотел показать вам, как работает этот наш элемент от горелки, то есть я сейчас верхний конец выношу наружу и начинаю нагревать нижний конец трубки. Вот у нас заработала тепловая трубка и вот загорелся светодиод, то есть я могу греть этот конец тепловой трубки любым источником открытого или закрытого огня. У меня на этом конце температура не превысит температуру работы тепловой трубки. Каким образом можно проверить этот элемент пельтье? Вот эти два элемента были угроблены в начале, 12.706, и они сейчас находятся в обрыве, то есть применяется простой тестер, обычный тестер, который на пределе омном, то есть измерение ом, вот в данном случае его замыкая, у нас показывает бесконечность, это говорит о том, что он в обрыве. Точно так же второй у нас оборван, он давно уже валяется, все пытаюсь его восстановить, но может быть тоже ничего не показывает в обрыве. Нормальный, исправный термоэлемент пельтье выдает несколько ом или короткое замыкание. Вот этот у нас нормальный, но он сейчас нагретый, поэтому я не буду показывать вам его сопротивление, может этот предел перегореть. Вообще он показывает единицы ом или короткое замыкание, если система исправна. Спасибо всем за внимание, подписывайтесь на канал, будет много интересного.